Сегодня мы расскажем сразу о нескольких наших героях, суммы на лечение которым нужно собрать в сжатые сроки. А учитывая то, что в период отпусков мало кто задумывается о помощи незнакомым людям, я бы сказала, эти сборы сверхсрочные. А начнем с нашего давнего знакомого Димы Григорьева. Это программа «Море доброты» в студии Дарья Монастырева. Здравствуйте! Трагедия для ребенка. Дима не совладал со скейтбордом, о котором так долго мечтал. В канун Нового года его желание исполнилось. Долгожданный подарок, скейт, мальчик получил. И зрители Арктик ТВ были свидетелями счастливого момента. На практике же научиться кататься оказалось сложно. Что поделать? Бывает. Но в жизни мальчика сейчас есть проблемы посерьезнее. Приступы эпилепсии благодаря лекарствам под контролем держать удается. Новая проблема из области зрения. В глазу у Димы разрастается странное пятно. Но опасность не сказали, насколько опасность. Димочка, сядь, пожалуйста, сиди, сынок. Но лучше, конечно, от него избавиться. Почему? Потому что он даже стал жаловаться, что мама у меня постоянно головка болит. Я им меряю давление, давление пониженное. Все время. Это чуть ли не каждый день у него продолжается. К счастью, злополучную родинку в глазу скоро удалят. 26 августа Дима по квоте поедет на операцию в Москву. Но для Григорьевых найти деньги на билеты туда и обратно, а также на недельное проживание в столице – проблема серьезная. Мурманчане не раз выручали эту семью. Поэтому Марина Валентиновна вновь обращается за помощью. Постараюсь, конечно, волонтеров найти в Москве через интернет, но это тоже под вопросом, как говорится. Вот хотелось бы, конечно, еще раз попросить у людей помощи и сказать большое спасибо, что уже много раз мне помогали в такой ситуации. Очень благодарна, спасибо огромное. Просто людям низкий поклон за это. Сюжет про Диму мы показали недели ранее в одном из новостных выпусков, после чего мама мальчика получила два отклика, за что большое спасибо. Но, конечно, этого пока недостаточно. Хочется рассчитывать, что вы не забудете об этой семье. И то же самое хочется сказать об истории Олеси Удалой. Молодая мама, 30 лет, с успешной карьерой, оказалась в тяжелой ситуации. Год назад у Олеси обнаружили аневризму, но вмешательство врачей не исправило, а только усугубило положение. Сейчас девушка лишилась периферического зрения и чувствительности левой половины тела. Начались приступы эпилепсии. Но самое страшное, что и жизнь все еще находится под угрозой. Про таких девушек, как Олеси Удалая, часто говорят настоящая бизнесвумен. Стройная, загорелая блондинка занимала престижную должность помощника директора фитнес-клуба. Работа не мешала воспитывать сына и ходить на вечеринки с подругами. А меня никто сейчас не узнает вообще. Красивая жизнь закончилась год назад из-за сильных головных болей, которые оказались тревожным симптомом. Ни один врач не мог понять их причину. Как выяснилось позже, у меня было субарахноидальное кровоизлияние. То есть лопнул сосуд и пошло кровоизлияние в мозг. Оттого болела голова. В результате бесконечных обследований прошлой осенью Олеся оказалась в петербургской клинике, где ей провели трепанацию черепа. Но выздоровление не наступило. Наоборот, начались эпилептические судороги. Олеся перестала чувствовать левую часть тела. Но главное, утеряно зрение на один глаз. Сейчас молодая женщина, инвалид второй группы. Вообще я лежала две недели. Потом я, видимо, мне очень сильно хотелось встать на ноги и пойти. Поэтому я сама стараюсь. Девочки мне помогали там в Санкт-Петербурге. И я все-таки старалась, прыгала даже на одной ножке. Но как-то на вторую облокачивалась. Но с горем пополам я все-таки... Сейчас до сих пор я хромаю. Мне 30 лет, да? А можно сказать, уже все испоганили. Сейчас она держится молодцом. Раньше было хуже очень. Очень плохо было. Тяжело очень было. Просто этого не показывала, что как-то... Что я такая бодрая. Я думаю, ей полегче так будет. Если я еще скисну и буду плакать, сидеть вместе с ней. Такая будет еще тяжелее. Заставить себя бороться Олесе помог сын Марк. Скоро ему исполнится 4 года. Что мама тяжело больна, мальчик не знает. Не замечает, что она сильно изменилась. Для него она по-прежнему самая красивая. Пусть и без длинных волос. Ну, бывает, плачу. Подойдет спросить, почему. Что ты это делаешь? Просто болею. Несмотря на печальный опыт, ради сына Олесе готова снова лечь под нож хирургов. Немецкие врачи в Берлине с успехом проводят такие операции и готовы принять девушку. Осталось оплатить счет 40 тысяч евро. Почти 2 миллиона рублей. Благодаря друзьям и родственникам меньше, чем за две недели удалось собрать 50 тысяч рублей. Но этого мало. Семья Олеси обращается за помощью к мурманщанам. Вконтакте открыта группа помощи, которая так и называется. Олесе удалая открыт сборное лечение. Там указаны все реквизиты и история болезни. Из 2 миллионов рублей, которые требуются Олесе на поездку к немецким хирургам, есть 75 тысяч. Дата операции запланирована на сентябрь. Но здоровье ухудшается, и врачи готовы принять девушку заранее. Вся проблема в деньгах. Несмотря на то, что сумма собирается медленно, есть и хорошая новость. Несколько предпринимателей вызвались помочь. Они готовы перечислять часть своей прибыли на лечение Олеси удалой. Так что записывайте адреса заведений. Такую рекламу делать приятно. Теперь помочь Олесе удалой можно не только перечисляя деньги по известным вам реквизитам, но и посещая сауну. По адресу Нижнеростинское шоссе, 77. Здесь находится баня у залива. Отныне и до окончания сбора средств. 20% каждого посещения банного комплекса будет перечисляться нашей героине. Я особо не вникала, но знаю, что нужна помощь. А когда нужна помощь, начальство на это откликнулось. Ну, и я само собой. Мы информируем посетителей. Уже несколько тысяч уже собрано за это время. Но это еще не все. Недалеко на улице Осипенко, 37А, находится автосервис, где выполняют все виды кузовного ремонта. Там также одну пятую от выручки передадут Олесе. А в Терепулько, который находится недалеко от технического университета, на днях поставили ящик для сбора помощи. К тому же, там в пятницу, 1 августа, все пришедшие пострелять в свое удовольствие автоматически помогут нашей героине. Сама же Олеся не сидит, сложа руки. Девушка даже стала чаще выходить из дома. Сейчас с подругой. Она меня возит в долину уюта. Она бегает, а я за ней хожу. Она говорит, давай, будем разрабатывать ногу хотя бы, потому что рука-то немножко получше, чем нога. Кстати, Олесе требуются сеансы массажа, чтобы разрабатывать онемевшие части тела. Так что, если есть среди зрителей специалисты, желающие помочь, свяжитесь с нами или нашей героиней. А мы напоминаем адреса, где действуют акции помощи Олесе Удалой. Сауна у залива, адрес Нижнеросинское шоссе 77, автосервис на улице Осипенко 37А и Терпулько на полярной дивизии 6А, где всю пятницу, 1 августа будет действовать акция. Все вырученные в этот день средства перечислят Олесе. Приходите. Не все герои моря доброты умеют сохранять бодрость духа, так как это умеет делать семилетний ребенок. Про Арину Шибаеву мы уже рассказывали. Семья девочки из Петербурга, но обаяние этого ребенка настолько феноменально, что даже в Мурманске есть группа поддержки, которая бьется за жизнь крохи. У Арины рак, нейробластома малого таза. Позади 7 блоков химиотерапии, 4 операции, трансплантация костного мозга и множество переливаний крови. Сейчас Арина в Германии, приходит в себя после сложнейшей операции, проведение которой стало возможно в том числе благодаря мурманчанам. Они собрали на лечение 160 тысяч рублей. А чтобы завершить трудный путь, необходим еще один шаг – лечение антителами. Сбор открыт. Это Ариша после операции. Уже прошла неделя. Девочка чувствует себя хорошо и даже поет. Песням группы кино ее учат старшие друзья по больнице в Кельне. Арина с мамой до сих пор в клинике. Пересадка костного мозга – одна из самых тяжелых. После нее требуется тщательный контроль. Но Арина врачей радует. Да, у нее сейчас кожа меняется. Они не могут ходить на улицу под солнцем, потому что у нее облазит кожа, то бишь идет смена в организме. Но Коль – это какие-то очень дорогие, по 7 тысяч евро, что ли, уколы определенные какие-то. Ну вот, не знаю, на сегодняшний момент она… На сегодня она чувствует себя хорошо. В клинике у Арины появилось новое влечение – кулинария. Огромная группа поддержки в интернете делится с девочкой разными рецептами. Арина вычитывает самые интересные и бежит на кухню пробовать, собирая по дороге половину больницы дегустаторов. Так что Арина, как всегда, жизнерадостна. Набирается силами и старается не переживать из-за проблем с кожей. Скоро ей предстоит лечение антителами. Процедуру нужно провести в течение 100 дней после операции. И на нее тоже требуются большие деньги. Часть суммы есть, осталась с прошлого сбора. Нужно еще 40 тысяч евро. И сроки уже поджимают. До сентября надо это, потому что 100 дней как раз в сентябре истекают. И если не закрепить, то может быть рецидив. Но общество, воловы клетки на сегодняшний момент, как я так понимаю, что они усвоились. И дай бог, что у нас все, как говорится, Аришка будет себя очень хорошо чувствовать. Помочь малышке можно, связавшись с представителями семьи Арины в Мурманске. Или перечислив деньги по указанным реквизитам. Еще одна тревожная новость. Ваня Шершов, мальчик, чтобы спасти жизнь которого два года назад объединился в весь Мурманск, снова в беде. У него рецидив. С Ваней Шершовым мы познакомились в 2011 году. Тогда история мальчика с раком крови стала знакомой и важной для многих мурманчан. А для Вани в разгаре было серьезное лечение. Ему нужно было ехать в Петербург, в клинику Раисы Горбачевой, чтобы сдать анализы для поиска донора, костного мозга. Начать поиски ему помогли зрители моря доброты. Всего за несколько дней нам удалось собрать более 50 тысяч рублей на поездку. А мурманчане стали навещать семью, приносить подарки. И именно тогда мама Наталья поняла, больше они со своей бедой не одни. Он вчера выходил, со всеми здоровался. Всем здрасте, здрасте, удачи, спасибо. Что? Дядя Сергея ему машину принес на радиоуправление. Ну, после эти видения ко мне сходятся люди такие добрые. Я даже не знала, что у нас есть тут в городе, в этом у нас люди такие добрые. Я благодарю всем людям, которые меня остались равнодушными и помогли в трудную минуту. Спустя год борьбы немецкие врачи дали добро на проведение трансплантации костного мозга. Очень сложной и опасной операции. Но выставили огромный счет. Друзья и просто неравнодушные люди начали кампанию по сбору средств. Отозвались несколько фондов. Тогда, казалось, весь город знает о Ване. Благотворительные ярмарки, фотосессии, праздники и концерты. Каждые выходные волонтеры придумывали новые мероприятия. Сумму собрали. Очень много добрых людей у нас в Мурманске, в области, вообще в России. Откликаются даже с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Германии. Очень много людей, реально очень добрых и хороших, отзывчивых. Спасибо им. Мы уже собрали нормальную сумму средств. У нас уже билеты на руках. В субботу мы улетаем в Германию. Нас ждут в институте уже в воскресенье. Полностью все лечение. Они выставили счет. Там получается 7 миллионов 900 тысяч. Ну, почти 8 миллионов. На данный момент у нас уже собрано 2,5 миллиона. Мы проплатили уже первоначальную сумму в институт. И в воскресенье нас уже ждут. Будут делать обследования, брать какие-то анализы и начинать лечение. После этого был долгий путь. Подходящего на 100% донора так и не нашли. Поэтому медики предложили альтернативное лечение, которое закончилось успешно. Впервые за многие годы Ваня жил, как все дети. И уже начал забывать тяжелое прошлое. Прошел год. Случился и рецидив. Несколько месяцев назад врачи сказали, что без пересадки костного мозга не обойтись. На этот раз доноры искали уже по всему миру и нашли в Германии. Операцию нужно сделать в ближайшие сроки. Большая часть суммы собрана. За Ваню поручились крупные фонды. Но все еще не хватает 20 тысяч евро. Сейчас Ваня с мамой Натальей в Германии на поддерживающем лечении. Ваня сейчас в очередной раз перепроверили и подтвердили донора. То есть донор есть. Ваня сейчас едет, потому что была графика, где нет места. Он едет на учебную терапию подготовительную в РОСК. Пока мы не знаем, какие именно даты. То есть вот в этой пятнице Наташа съедет, проконсультируется с врачом. И да, это уже понятно. А потом, его где-то в середине августа, мы надеемся, положат уже на данную инфлантацию. Сейчас самое первоочередное это ТКМ. Он остается 164. Мы сейчас уже почти 140 собрали. Потом понадобится сумма, которую нужно покрыть на оплату лучевой химии. Терапии точнее. Дальше уже будет восстановительное лечение. Здесь, честно говоря, я даже не знаю, как мы справимся, не справимся. Но также будем вести потихоньку, собирать. Надеюсь, что сможем покрыть. Потому что Ваня сейчас будет на восстановительном лечении, там после трансплантации находиться какое-то время. Сейчас в Мурманске находится папа Вани, Алексей. Деньги можно перевести на его счет в Сбербанке. Операция запланирована на середину августа. А теперь я хочу выразить благодарность неравнодушным зрителям нашего телеканала. Если бы не вы, у меня сейчас не было бы повода, чтобы похвастаться. Месяц назад мы познакомили вас с Алиной Веселовой из Заозерска. Рада сообщить, после сюжета мама малышки получила много откликов. И буквально за несколько дней смогла собрать сумму на аппарат для облегчения дыхания, который жизненно необходим девочке. К сожалению, не могу порадовать новостью, что Алина чувствует себя лучше. Все по-прежнему плохо. И мама после долгих раздумий решилась попробовать показать ребенка заграничным врачам. Сейчас ищет клиники, где не побоятся взяться за этот случай. Напомню, 10-летняя Алина прикована к постели. Мышцы совсем ослабли. Причем родилась девочка здоровой. В 2006 году заболела и впала в кому. А это последствия. Вирусный энцефалит и осложнение в виде эпилепсии. После вашего, когда показали Алину, да? Боже, как деньги начали люди перечислять. Я сама была в шоке. Так быстро и по многу. Там кто-то даже по 5 тысяч присылал. И вот я не помню. Может быть, недели, две. Где-то так. Или меньше. И все, уже деньги собрались. И вот мы сразу заказали, да, вот это все. Вот я платила, ну, онлайн, да, ну, как бы, онлайн-банки. И вот, потому что я выйти тут толку не могу. И все, и вот теперь мы ждем все это. Ну и напоследок хорошая новость для учащихся в филиале 27-й школы. Для тех, кто не знает, поясню. Это одно из немногих образовательных заведений в городе, где учатся ребята с ограниченными возможностями. Школе уже 20 лет. И, наконец, там появился лифт. Словом, сейчас во многих учебных заведениях время больших обновлений. Все-таки лето на дворе. И в 27-й школе тоже многое меняется. В первую очередь кабинеты. Но это все косметический ремонт. А главное изменение снаружи. Строители уже практически завершили постройку шахты-лифта. Само оборудование уже закуплено. И на днях начнется установка. Представить, насколько для педагогов значимо появление лифта для подъема детей-инвалидов в кабинеты на втором этаже, совсем нетрудно. Достаточно сказать, что из 100 учеников 50 передвигаются на инвалидных колясках. Раньше учителям приходилось детей по одному поднимать на второй этаж с помощью специального гусеничного устройства. Представляете, насколько затягивалось начало уроков. Но теперь эти муки в прошлом. Лифт заработает к началу учебного года. Это наша первая школа. Это специализированная, так сказать, будем говорить, школа. И это первый лифт, вот такой подъемник, который есть у нас в школе. Возникает проблема, как этих ребят поднимать на второй этаж. У них есть, конечно, устройство специальное гусеничное, куда ставится инвалидная коляска, и ребят поднимают. Но, конечно, одно устройство обслужить такое количество детей невозможно. Поэтому потребность в лифте, она существовала давно. На этом все. Напомню, вашей помощи ждут Дима Григорьев из Кельдинстроя, Алина Веселова из Заозерска, Олеся Удалая и Ваня Жершов из Мурманска, а также Арина Шибаева из Петербурга. Спешите делать добрые дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова